Можно я выражусь не парламентарно, но Орбан это *** просто. А у Разумкова есть очень такая четкая, точная конфигурация в гороскопе. И самое главное преимущество Разумкова, он похож на молодого Виктора Януковича. Именно его нужно бояться Зеленского на предстоящих выборах. Это черные метки от Владимира Путина. Я думаю, этот год у него критичный для здоровья. Будем следить, запасаемся попкорном. Это будет очень жестко, это будет очень сильно. Это будет неотвратимый удар по России. Здравствуйте, это Политека, я Инга Мизери, ко мне присоединяется астролог Влад Рос. Влад, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья, и здравствуйте, прекрасная, замечательная девушка, да? Хотел сказать, но Инга, потому что у меня первая любовь была в жизни Инга, она была вообще в детстве на самом деле азбукой, а я был букварем вообще. Поэтому Инга – первая любовь в моей жизни. Ничего себе! Да, это в первом классе. Так, давайте поговорим уже о делах современных. Мы все на этой неделе, даже, наверное, уже последние две недели, наблюдали за судьбой спикера парламента Дмитрия Разумкова. Мы видим, что пока с точки зрения его карьеры она не в его пользу. Но что будет дальше? Видите ли вы звезды? Что вам говорят? Насколько еще зажжется звезда Дмитрия Разумкова? Ну, как раз вот у него годовой соляр, родился он 8 октября, и прям вот этот годовой соляр в день его рождения включается не очень благоприятно. Действительно, там у него неспровержение с должности, и фактически Зеленский его хочет прямо снять в день его рождения. Просто, чтобы совсем его зарубить, там как раз вот такая вот ситуация получается. Но, с другой стороны, мы же помним, какая же ситуация была у Виктора Ющенко. Как он точно так же его увольнял в свое время Кучма. Как все говорили, что это конец карьеры Ющенко, там и так далее. Но неожиданно он возродился, понимаете, в чем дело. А у Разумкова есть очень такая четкая, точная конфигурация в гороскопе. Если я вижу Луну в соединении с Сатурном, я всегда говорю, это политик всерьез и надолго. Луна в соединении с Сатурном, а еще и в Скорпионе, говорит о том, что как бы меня не топили, как бы меня бы не сворачивали, мне голову не загинали, а я как Скорпион возрождусь из пепла. К другой стороне, Солнце у него в весах, он сам по себе весы договороспособен, он способен договориться со многими по-разному, вступить в другую коалицию. Например, с теми же людьми, которые тоже недавно были уволены, с Арсеном Аваковым. А также я вижу, что скоро полетит голова и Кличко, скорее всего. Поэтому действительно может очень такая быть коалиция. К коалиции возле весов всегда собираются люди. Потому что Разумков родился практически в одну дату с Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня у него, кстати, включается годовой соляр, возможно, посмертный. Вот всякое может быть. И, конечно, весы они всегда балансируют на грани. Для них очень важен закон, буква закона. Очень важно, действительно, чтобы придерживаться этой буквы закона. И действительно, я понимаю, Разумкова не может переступить через себя, когда нарушается абсолютно все голосование в парламенте. Поэтому он и говорит, я не буду подписывать эту бумагу за счет голосования, которое произошло в парламенте по поводу олигархов. Этот закон совершенно непрезентативно абсолютно. Поэтому Разумкова, на самом деле, когда он уходит в оппозицию, а Луна в соединении с Сатурном в Скорпионе всегда говорит о том, что человек, уходя в оппозицию, может набирать голоса потом в дальнейшем. И самое главное преимущество Разумкова, он похож на молодого Виктора Януковича. И Виктор Янукович, многие женщины на подсознательном уровне, они даже могут не понимать этого, того, что на самом деле, кто такой Разумков, но они помнят, что они голосовали за образ предыдущего такого же человека, которого звали Виктор Федорович Янукович. Поэтому на подсознательном уровне Разумкова очень легко будет набрать голоса. И в свое время я тоже, многие говорили, как такое, я заранее предсказал, что Зеленский будет президентом, мне никто не верил, когда была Тимошенко в аварии, все думали, что она будет за год, за два до этого. И такая же ситуация может сказываться и с Разумковым. В любом случае, я вижу, что это потенциальный кандидат в президентство. Это самый главный спарринг-партнер для Зеленского. Именно его нужно бояться Зеленскому на предстоящих выборах. Возможно, они будут досрочны в 2023 году. На ваш взгляд, все-таки, то, что вы говорите про Виктора Януковича, есть часть людей, которая голосовала, и часть людей, которые вспоминают, что их жизнь была лучше при Викторе Януковиче, или, может быть, им не нравится какая-то дополнительная украинизация, которая сейчас происходит. Но, опять же, большая часть людей вспоминает Виктора Януковича по расстрелу Майдана и по революции достоинства, то есть уже по негативной части. То есть в данной ситуации это будет работать, вот если вы считаете, что это сходство есть, на Разумкова его образ Януковича или против? А подсознательный же уровень, он же проявляется совершенно по-другому. Гарный хлопчина. То есть они никак не будут Разумкова с Януковичем вообще внешне сравнивать, потому что реально нельзя его сравнить никак. Но на подсознательном уровне, они же где-то этот образ уже видели, они уже знали, что был такой кандидат. Вроде бы добряк такой, спокойный, уравновешенный, как зодиакальный знак весы вообще. Все в нем, как бы он даже излишне правильный вот такой вот весь может как бы присутствовать. Но, с другой стороны, это еще и как бы показатель того, если вы вспомните, да, когда показали нам после долгого перерыва, после 2014 года, где-то в 2016 году, нам показали Януковича по телевизору. Вы помните, был этот момент? И как многие, ох, поностальгировали, что пришел Янукович. Я помню, это был Фаверя целый день, какой-то из дней, когда это было, его появление связано с каким-то судом, он дал пресс-конференцию, это показало все каналы телевидения Украины, и все прям вообще были в полной ностальгии по возвращению Януковича. Я думаю, если бы он сказал, что я хочу быть опять президентом в тот момент, то многие за него проголосовали бы. Естественно, понятно, что с такой внешностью Разумков не будет пользоваться популярностью на западе Украины. Поэтому Львовская, Тернопольская область, Закарпатия, значит, ну, это все запретные области, где он не должен думать, каким образом он может завоевать восхищение той аудитории. То есть он должен работать на центр, и особенно на восток. Восток его может подтянуть и сделать президентом. На ваш взгляд, вот все-таки Разумков, он высказывал такие центристские всякие вещи. Помимо этого, он все время говорит о торжестве закона, о том, что нужно идти по регламенту, по справедливости. Но мы же не знаем, в принципе, его каких-то представлений о языковом законе, о всяких легализациях. Мы не знаем о том, куда он хочет везти Украину в НАТО или не хочет. Ну, то есть сейчас люди, которые готовы идти за Разумковым, они идут за образом его, который сами придумали, либо же все-таки понимают, что он несет в себе как политик. А помните 90-е годы, Россия, Выборы, Ельцин, да? И там какой был лозунг? Голосуйте сердцем, да? Еще ни разу украинский народ не голосовал умом и разумом. Всегда голосовали сердцем. Вот вы, напомните, хоть один раз украинский народ голосовал, чтобы вот четко, разумно вот почитал программу какую-то, да, претендента на президентский пост там. Все голосовали всегда разумом, да, то есть и всегда это было разделение Запад-Восток, там редко был центр, поэтому Зеленский выиграл предыдущие выборы, потому что он прям прошелся катком по всей Украине, и центр, особенно здесь, в центре Украины, за него многие голосовали, и юг, да, особенно юг очень сильно за него. Вот, поэтому, конечно, в данной ситуации можно однозначно сказать, что за Разумковым самое главное, что его облик, его внешность, ностальгирующая, напоминающая Януковича. Вот, ну присмотритесь, пожалуйста, дорогие друзья, вы увидите, это его самый главный шанс, его вообще, это внешность, вот, я бы так сказал. А вот, кстати, вы сказали, что полетит голова Кличко, я просто помню, как раз 14-й год, социологический вопрос, сейчас вот, правда, не вспомню, какой конкретно кампании, мне кажется, это был КМИС, но это был 14-й год еще до президентских выборов, еще такое самое активное время Майдана, и тогда из кандидатов в президенты, ну, из тех, которых выбрали социологи, Кличко был на первом месте, то есть на тот момент люди представляли, что Кличко может победить Януковича, сейчас, вот, какая ситуация с Кличком может быть сейчас, и 23-й год, как вы говорите? Ну, смотрите, есть такой сайт ТСН, да, я еще в феврале 2014 года там написал, это написано однозначно, где я заявил, что Порошенко будет президентом, это был февраль, конец февраля, так что я уже тогда предсказал, что будет Порошенко, то есть я заранее, у меня есть такая фишка, заранее предсказывать президентов в Украине, до этого я сказал, что будет Ющенко президентом, никто мне не верил, я всегда сказал, что будет на него покушение в 2004 году, он обыграл, к сожалению, я предсказал Януковича, что он все-таки опередит Тимошенко в 2010 году вообще, вот, поэтому, действительно, тогда у Кличко были какие-то шансы, но они всегда были призрачные шансы, еще раз повторю, Кличко, к сожалению, в карту Украины не вписывается, у него очень сильно гороскоп связан, зодиакальный знак рака, с тем городом, где он живет, рак это все всегда приверживание с того города, откуда бы он вышел, да, Киев, да, поэтому это политик не все украинского масштаба, он миссевый, местный, да, киевский, вот, это максимум, да, и тем более он все время неправильно с кем-то встречается, я же заранее говорил, что армия Млашет не будет канцлером Германии, да, ну, практически сейчас у него мало шансов, Кличко почему-то поехал с ним встречаться, думал, получит крышу от него, то есть будет влияние из Германии, там притормозит увольнение Зеленского, что Зеленский его не будет увольнять, но все идет к тому, что действительно сейчас будет проголосован закон в Раде о том, что будет разделение, значит, обязанностей избранного мэра Киева и тот, который будет представлен самим президентом нашей страны. Если говорить о будущих выборах президентских, то мы видим, что ни Петр Порошенко, ни Юлия Тимошенко, ни Юрий Бойко, то есть наша старая гвардия не сдается. Зато каждый из них ожидает во втором туре Зеленский, которого каждый из них он обыграет в любом случае. Он просто, вот, я для политтехнологов Зеленского, вот, прямо сейчас говорю, любой из этих кандидатов, который придет во второй тур к нему, он опять их обыграет. И Порошенко опять же он обыграет, и Юлию Тимошенко, если она зайдет во второй тур, и Бойко, да. И даже если во второй тур попадает, значит, Кличко, он тоже его обыгрывает. Знаете, почему? Почему? Водолей – это знак смерти для рака. Зеленский водолей, Кличко – рак. Это восьмой знак от рака, да, если вот так считать. Поэтому, помните, была ситуация с восьмым знаком на выборах в Соединенных Штатах Америки? Была Клинтон, все были уверены, что она точно станет президентом, сто процентов, однозначно, бесповоротно, да. Но она же была, на самом деле, скорпионом, скорпиониша такая, а Трамп был близнецы. А близнецы – это восьмой знак от скорпиона, знак смерти. Кто же выиграл выборы? Выиграл выборы – знак смерти для, значит, Клинтона, именно Дональд Трамп. Поэтому, если смотреть, то шансов у Кличко против Зеленского просто никаких. Поэтому, дорогие политтехнологи, даже не ставьте на Кличко против Зеленского. Тогда давайте так, давайте по знаку зодиака подбирайте, какой знак зодиака может выиграть у Зеленского на выборах. Ну, это, конечно, это, конечно, Разумков пока единственная кандидатура, которая, единственная, которая может его обыграть во втором туре. Опять же, ну, Разумкову нужно попасть во второй тур. То есть Зеленскому нужно все сделать для того, чтобы Разумков не попал во второй тур, понимаете? Мы видели, как закатываются звезды, хотя, конечно же, еще все молодые люди, и может все измениться. Но, например, там, Владимир Гройсман, он был мэром активным. Он не пропащий, не пропащий. Не пропащий, но все-таки вот какого-то, я просто помню, когда он был спикером парламента, а потом, когда он стал премьер-министром, как ходили депутаты и говорили, все, Гройсман делает свою партию, вот большую, всеукраинскую. Мы вот сейчас, мы там все, уже список формируется, у нас и спонсоры, и вообще все прекрасно. И мы пойдем, и там разорвем всех на парламентских выборах. И, ну, ничего этого не произошло. И как только Гройсман потерял все свои статусы, то и те депутаты совершенно с ним никуда не пошли. Вот судьба Дмитрия Разумкова, все-таки одно дело ты спикер, а другое дело ты просто депутат. Насколько здесь это получится? Виктор Ющенко, вспомните, тоже был вроде бы премьер-министром, и потом он был обычным, даже у него не было никаких ситуаций в парламенте, потом он избрался от нашей Украины, попал в парламент, тоже был фактически никем, но стал же всем после этого. Вот, поэтому наш народ очень любит обиженных, да, тем более, казалось бы, Разумкова вообще не за что увольнять. Нету причин увольнения, если бы все нормально, у нас был парламент европейский, нет ни одной причины его увольнить вообще. Скажите мне хоть одну причину. Где он неправильно там с рекламентом обошелся, где он что-то нарушил какие-то, нет ни одной причины. Поэтому он сейчас подаст в суд, еще неизвестно, выиграет ли он его. А у него очень хорошая ситуация в плане судебных разбирательств, и у Разумкова выигрыш в жизни через судебное разбирательство. Поэтому неизвестно, а вдруг он восстановит себя на этом посту. Так что у нас еще ожидает череда судебных разбирательств. Ну, это будет, конечно, интересно, будем следить, запасаемся попкорном. Обязательно. Но, в принципе, парламент и большинство может менять регламенты. Я не думаю, что здесь еще можно что-то изменить, но, как говорится, поживем, увидим. Давайте теперь поговорим о Владимире Зеленске и его окружении в связи с скандалами, которые сейчас начали на этой неделе активно появляться. Первое – это расследование по офшорам, международное расследование. И в дальнейшем – это нападение на группу съемочную схем. Это уже директор Государственного банка, Укрексимбанка Мецгер, который, в принципе, тоже связывает с президентом Владимиром Зеленским. Насколько сейчас что-то может пошатнуть его позиции и электоральный рейтинг? Самое главное – его главный враг находится в Кремле. Название его – Владимир Владимирович Путин. Который маразматически болен, и он хочет уничтожить Зеленского, как никого другого. Поэтому, дорогие друзья, он точно с ним не хочет встречаться ни при каких условиях. Там ждут какие-то встречи, Зеленский предлагает ему лично встретиться. Не будет Путин сейчас с ним встречаться ни в коем случае. Он может с ним встретиться только при одном условии, если Зеленский подпишет формулу Штанмайера. Только в такой случае он – да, я тогда согласен. И то здоровье может не позволить. Еще раз говорю, сейчас будет… Включается годовой соляр Путина такой, что он может очень сильно, серьезно заболеть. И может даже безвозвратно заболеть. Марс у него в соединении с Луной и Солнцем в Новолунии. Понимаете, это очень трудно. Такой год дается вообще для жизни любого человека. А то, что касается офшорных ситуаций с Зеленским, ну, вы знаете, ну, что такое 40 миллионов, да, от 95-го квартала. Ну, это вообще копейки. В 2012 году. Ну, да, еще и давно это было, все неправда, да. А то, что недавно расстреляли Шефира, сейчас ситуация, значит, вот эта сложная с банком, это черные метки от Владимира Путина, он его предупредил. Я думаю, что… Ну, это хоть банально, да, я тоже убежден, что… Ну, говорили ситуации, что это контрабандисты, что вот там не дают возможности грабить страну и дальше. Но я думаю, что это ноги растут из Москвы, потому что был предупрежден Зеленским самым своим близким другом Шефиром. То есть, ближе нет человека, да, вот, по крайней мере, раньше до президентства не было ближе, чем Шефир для него. Вот, просто показали, что Зеленского могут устранить. Причем такая интересная была ситуация. В момент инаугурации, когда Зеленский ставил свою правую руку на Библию и принял присягу президентства, в этот момент восходил такой символ «повешенный человек», если так, аркан Таро, либо разрушительный градус, либо человек, которого могут уничтожить. Поэтому я всегда говорил и говорю дальше, Зеленскому на своем посту нужно иметь очень большую и сильную охрану. Его всегда вот при такой инаугурации могут просто отстрелять, устранить и сделать не показное, как с Шефиром, а вообще уничтожить. Поэтому у него очень сложная ситуация, особенно это касается даже не осени, а весны следующего года, когда действительно может разразиться скандал с тарифами, потому что они могут не подниматься до Нового года. Уже меня услышали, я всегда говорил, не поднимайте тарифы. Вроде бы, либо я был услышан, либо кто-то другой. Но тарифы могут неожиданно подняться весной, и там какой-то март месяц может быть критичным. И именно в этот момент Сатурн символ большого несчастья, неспровержения, войдет в дом власти Зеленского. Поэтому если его и свергнут, звезды, опять же, звезды склоняют, но не обязывают, если его и свергнут, то это будет весна 2022 года. Это будет внутреннее волнение? Да, это будет внутреннее волнение, но там еще опасность того, что после каких-то важных ситуаций запуском Северного потока, который на 100% все равно, дорогие друзья, я гарантировал, не будет запущен, потому что я обещал, что к власти придут все-таки в коалиции партия зеленых, а есть там Анна Бербок, Анна-Лена Бербок, которая станет, скорее всего, министром иностранных дел. И сейчас Путин просто скупает все и вся, чтобы налево-направо раздает взятки, деньги, чтобы только не вошла в коалицию партия зеленых, чтобы между собой СДПГ создали коалицию вместе с Армитом Лошетом. То есть он предлагает огромные деньги, чтобы все это случилось, и чтобы точно не было в коалиции в правительстве партии зеленых. Я думаю, что не отвертеться ему от зеленых в конечном итоге. А это означает то, что вот эта манипуляция с повышением газа, сегодня цена чуть ли не до 2000 уже дошла вообще за этот несчастный газ. То есть я думаю, не пройдет, и украинские трубы, как и раньше наполнялись газом, так и будут в дальнейшем наполняться. Нечего беспокоиться и бояться в этом случае. Смотрите, но ведь буквально на прошлой неделе мы обсуждали Венгрию, которая заключила контракт с «Газпромом» в обход Украины, и газ будет поступать через Австрию, через Сербию. То есть есть и другие пути, помимо «Северного потока-2». Почему вы так уверены? Какие звезды вам подсказывают, что все-таки Украина будет защищена, и транзит продолжится после 2024 года? Ну я в этом абсолютно уверен. Во-первых, можно я выражусь не парламентарно, но Орбан — это гнида просто вообще, которую купили, по-моему, по некоторым дамам, его откат был от Путина полтора миллиарда евро. То есть есть любые политики, которые продаются. Поэтому вы меня услышали, что я думаю об этом человеке ужасном. А с другой стороны, Путин не вечный. И он настолько не вечный, что скоро мы будем на его похоронах. И еще раз говорю, я откровенно говорю, я не вижу, что этот человек может пережить этот год. А если он его переживет, тогда, ребята, что-то неправильно. Да, вот как-то расположение звезд у него очень все сложно. Но в любом случае такие самые богатые люди в мире имеют расположенность, самое лучшее лечение, которое ему будет протяженность его жизни может увеличиваться в конечном итоге. Но я думаю, этот год у него критичный для здоровья. И у него резкий будет сбой. Не случайно сейчас он ни с кем не встречается. Он опять засел в бункер. Он оттуда не выходит. Ну, а он оттуда выезжает с Шойгу к Шаванам. Да, он спасать свое здоровье в день осеннего равновиденствия был ритуал. Как вы знаете. Где, по некоторым данным, они там что-то убили какого-то черного волка. И даже питались его кровью. До этого они сожгли пять верблюдов весной. После чего Путин решил напасть на Украину. Поэтому все попытки съездить в тайгу, с Шойгу, бывают очень опасными для нашей страны. Поэтому, как бы, такая вот ситуация. В любом случае, очень хорошо, что сейчас проводятся учения в Херсонской области. И не было допущено даже ни намека сомнения в том, что Путин должен забрать вот эти каналы, ведущие воду в Крым. Поэтому очень хорошо, что прямо сейчас проводятся и до самой зимы мы будем защищены с Южным каналом, который и будет поступать и в дальнейшем вода в Крым. Давайте так уже уйдем сейчас вообще глубоко в конспирологию. Может, нас будут за это осуждать. Но много экспертов говорило о том, что это уже не тот Путин, что уже это двойники. Вот, кстати, интересная ситуация. Двойника недавно ликвидировали Путина. Мало того, что ликвидировали Зиничева, это было убийство. Это не было. Так что ликвидировали недавно двойника этого, двойника, который всегда на всяких торжествах появлялся. То есть у Путина не осталось вот такого двойника, который 100% и ростом был похож на него. Там еще остался один двойник, который намного выше играет в хоккей. А вот кто ликвидировал двойника? Это кто-то работает против Путина или это Путин сам? Патрушев, главный, он реальный правитель теневой России. Именно он управляет Россией. Путин уже на сдворках. Все понимают, что Путин, да, не тот. И уже у него даже масса заболеваний, вплоть до того, что у него и тремор. Вы же видите, он ногами не может двигаться. У него все время двигается вот так. Все время куда-то это. Поэтому точно в хоккей не может он играть, потому что в хоккей человека, у которого все время двигаются ноги, тремор, да, то есть невозможно, да, собственно говоря, даже предположить. Ну и человек, который в конечном итоге наладан дышит, я думаю, все понимают, что скоро его не станет. Если Путина не станет, но к этому моменту появится какой-то другой двойник, по звездам можно будет как-то определить, что это другой человек, может быть, с какой-то другой политикой, либо его направляют, и он продолжает делать то же самое? Дело в том, что у Путина-то есть хоть какие-то оставшиеся мозги, да, умение говорить, толкать речь вообще. А двойники, к сожалению, не Бенни, Менни, Кукареку, да, не могут толкануть никакую-то речь вообще. Поэтому, конечно, сразу будет видно, что это уже не Путин, хотя отличить их фактически было нереально, особенно того двойника, который сейчас был устранен. Вот это не конспирология, это на самом деле, дорогие друзья, недавно, вот практически в тот же самый день, когда был уничтожен Зиничев, именно в этот день был устранен двойник Путина, потому что Путин побоялся, что... Как раз он чувствует, как Сталин, вот этот переворот, что вот сейчас прямо он назревает. А действительно, всякая ситуация в России, когда сталкиваются две планеты с жестким квадратом Уран и Сатурн, вот, и тем более сейчас Уран находится в знаке Водолея, вернее, Сатурн в знаке Водолея, а это всегда страна Россия, всегда связаны какие-то кризисы, ситуации. И самый обостренный аспект будет наблюдаться именно в декабре месяце, и мы там точно посмотрим, что будет там происходить. И, возможно, Путин вдруг скажет, все, я устал, я ухожу. В любом случае, будет очень большое изменение ситуации в плане, значит, власти в России. Я вот ожидаю, что это может быть декабрь. А кто из его окружения может занять его место на то время, пока будут объявлены президентские выборы, или кто сможет стать вот преемником, может быть, не тем, кого планировал Путин, а если вот такая ситуация, что Путин уже ничего не сможет планировать? Ну, тут как русская рулетка, никто же не ожидал, когда умер Сталин, что все думали, что будет Берия, да, то есть сейчас все думают, что будет Патрушев, да, то есть вот... Шойгу, говорят. Нет, силовик точно не будет. Обычно как бывает, знаете, в России, там, в Советском Союзе, лысый сменяет волосатого, волосатый сменяет лысого, низкий сменяет высокого, высокий... По всем параметрам больше всего подходит на эту роль мэр Москвы Собянин, который был похож на Ельцина, внешне. Хотя он как раз именно тот политик, который сейчас меньше всего пользуется доверием Путина. Но опять же, кто же верил, что, значит, после Сталина вообще станет ужасный человек, лысый, вообще неопрятный, да, вот, и захватит свои, значит, руки власти, да, поэтому... Поэтому все... Это рулетка большая, но я думаю, что единственное, что хотелось бы отметить, что самый благоприятный для Украины политик – это мэр Москвы Собянин. Вот если он будет, значит, и станет после Путина главным в стране, президентом, то сразу наладятся более лучшие соотношения с Украиной. Естественно, дружбы не будут, как раньше, но хоть какие-то будут переговоры, и, я думаю, сразу война закончится на Донбассе. Да, еще, дорогие друзья, война на Донбассе будет происходить ровно до того момента, пока Путин не откинет коньки, как я говорю. Вот как только он откинет коньки, сразу закончится война. Так, давайте теперь про Соединенные Штаты Америки. Мы видим, что, опять же, на этой неделе там сложная ситуация, потому что нужно поднимать потолок государственного долга. Ну да, фактически дефолт. Да, речь идет о дефолте. Ну, мы просто, я думаю, те, кто следят за этой политикой и слышат это год через год о том, что нужно собираться, нужно поднимать, все плохо, потом его поднимают. Все-таки, как вы видите прогноз, возможен ли дефолт в Соединенных Штатах Америки и накроет ли весь мир после этого? Ну, вот прям в самый-самый последний момент, прям, когда при зависании ноги над пропастью вроде все уже падает, доллар или человек над пропастью, знаете, такой символ шута, аркан-таро, где он прям, вот одна нога его еще находится на горе, а вторая она зависает от пропасти, вот эта нога скоро прям туда упадет. То же самое будет и с дефолтом Америки. Вот-вот должен наступить и не наступит в последний момент. Так что не случайно сейчас доллар начал укрепляться ко всем валютам мира, в том числе и к евро. Вот, единственное, самая крутая валюта – это гривна. Она вот даже к доллару укрепляется. Вот, поэтому ничего страшного, я думаю, не ожидает. Я, единственное, ожидаю очень большие жесткие санкции против России. Помните, Байден дал полгода. Да. Дорогие друзья, декабрь месяц на пороге. И вот сейчас вот эта жесткая ситуация, которая будет бить по Путину, начнется. Во-первых, все его друзья, всякие Скобеевы, всякие там вообще Киселевы, то есть у них будет запрет въезд в Америку, то есть счета все будут заблокироваться, там Абрамович вообще не сможет жить в Лондоне, можете себе представить, да. То есть начнется очень такая жесткая ситуация, и потом начнется еще, я почему-то уверен, что Северный поток-2 просто так не оставят. Сейчас сменится власть. Кому обещали, что все хорошо будет с Северным потоком? Меркель. Меркель, как только уйдет, Байден же ей обещал, как только уйдет, там начнутся всякие вопросы, да, тем более, если будет в правительстве зеленое, то не факт, что как они хотят, чтобы полностью две ветки Северного потока пустить, не получится, я думаю, будет одна работать ветка, а вторая не будет. Вторая будет, скорее всего, работать, и Европа хочет, чтобы по второй ветке Северного потока-2 все-таки к ним шел на самом деле, значит, зеленый, да, то есть водород, который будет, ну, зеленая энергетика, и зеленый их будет хотеть, чтобы Россия по второй ветке все-таки доставляла водород, а не газ. Вот, поэтому нас ждет очень серьезная ситуация, усугубление, завинчивание винтиков. Вот, вот, узнаете, ребята, вот, как только наступит 2022 год, Россию так зажмут, как Иран в свое время, да, чуть ли не нефтяной эмбарго, может быть, не дай бог им отключат SWIFT, там все очень может быть сложно. Байден вроде бы проиграл, значит, встречу в июне с Путиным, да, они, по-моему, 16 июня встречались. Вроде всем показалось, что Путин победил, опять этот хам, этот хулиган с подворотни питерской, да, вот, выиграла у очередного политика супердержавы, но Байден сказал, что пройдет полгода, и вот сейчас полгода настанут, и это будет жестко. Это будет очень жестко, это будет очень сильно, это будет неотвратимый удар по России. Давайте, наконец, поговорим про Китай. Мы видим обострение тоже на этой неделе с Тайванем, самолеты китайские летают над Тайванем, нарушают его пространство воздушное. Соединенные Штаты Америки за этим всем активно и пристально наблюдают. Возможно ли какие-то конфликты вооруженные между США и Китаем? Ну, этот год больше как бы проверяют нервы друг друга, там, американцы запускают ракеты, которые гиперзвуковые, уже даже не сверхзвуковые, Россия отвечает вроде бы тоже, правда, непонятно, куда она летит, достигает ли эта гиперзвуковая ракета цели, то ли она падает в Баренцевом море, то ли не падает. То есть опять мультики Путина. Ну, понятно, что гиперзвуковое оружие готово абсолютно в США и абсолютно не готово в России. Поэтому эта игра мышцами, ну, сейчас создается образование AUKUS, да, то есть Австралия, Англия, Соединенные Штаты Америки, и они как бы кольцом должны поддавливать, сжимать этот Китай, да. Еще, я думаю, может и Япония добавится, с новым премьер-министром абсолютно уверен, вот с этим новым премьер-министром Япония тоже туда же войдет вообще, в это. И, короче, они будут со всех сторон поддерживать Тайвань, и, я думаю, в ближайшее время войны не будет, но напряженность действительно будет возрастать. Но, дорогие друзья, скоро будет полный кризис экономики в Китае, она ляжет вообще, рухнет, и тогда уже, значит, кормщему великого коммунистического Китая будет не до, значит, войнушек каких-то. Нужно будет как-то спасать экономику Китая, да, потому что экономический рост заканчивается в этом году в Китае, я жду экономический кризис, если дефолт и будет, он будет не в Америке, а в Китае. Я всегда говорю, что сейчас разруха, голод, вот это несчастье, разрушение бизнеса начнется с Востока. Это может быть Гонконг, Китай, Шанхай, Индонезия, Филиппины. Вот сейчас это с Востока должно потянуться. В свою очередь, как год назад коронавирус, коронакризис появился, да, опять же, вся эта ситуация, тенденция начнется с Востока. Но, тем не менее, поскольку сейчас Меркурий ретроградный, я бы все-таки уходил бы в кэш и не рисковал бы, не покупал бы, не играл на повышение ставок всякого рода биткоинов там, цифровой валюты, особенно в период вблизи 20 октября, там, 16, 20, 25 октября, где-то вот середина октября может быть весьма неустойчивой. Поэтому могут, конечно, ценные бумаги, Нью-Йоркская биржа тоже может рушиться, СНП-500. Так что, дорогие друзья, предупреждены, вооружены. Следующий год, вот в такое же время, как сейчас, мы еще будем говорить о том, а будет ли локдаун в ноябре? Да, я думаю, уже в следующем году вряд ли. Я думаю, даже вот, как бы у меня есть такая теория, что, наконец-таки, мы дорастем до Норвегии, до Дании, до Великобритании, которые отменили все маски, ношение масок даже на стадион, в магазин можно прийти, в рестораны, уже там нигде не носят масок. Швеция, Норвегия, Дания, Великобритания. Ну, там же уже 60% населения вакцинированы, а у нас 16, кажется. А у нас по два, по три раза переболеют. Все наше население просто по два, по три раза переболеет и будет уже восприниматься, я думаю, следующей осенью и зимой, это как обычный грипп. И вот этого ужасного вируса, как дельта, вот это разрастание его, все ужасающего, смертоносного уже не будет. Я могу сказать больше, смертей от вируса даже этой осенью и зимой будет гораздо меньше, чем в прошлой осени и зиме. Раза в два. Вот, на этой оптимистичной ноте будем заканчивать. Спасибо вам большое. Да, дорогие друзья, было очень приятно с вами беседовать. Заходите всегда на мой сайт, да, ссылочка под описанием, если, дорогие друзья, помогут, да, заказывайте натальные карты, годовые соляры, всегда ваш Влад Рос. С нами был Влад Рос, я ингами зеря с вами прощаюсь. Не забывайте лайкать видео и, конечно же, пишите комментарии. До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова